Да, каждый год так же неожиданно, как в ноябре снег, в июне приходит сильная жара. Но есть те, кто к этому всегда готов, метеозависимые люди, так их называют, и их лечащие врачи. И прямо сейчас мы готовы обсудить, как можно обезопасить себя в жару, с врачом готовы поговорить. Как раз на связи Айден Сармалаев, заведующий подстанцией номер 11, службы скорой медицинской помощи города Алматы. Доброе утро, как нас слышно? Доброе утро. Доброе утро. Отлично, звук проверили. Мы только что просмотрели сюжет и точно знаем, что у вас работы прибавилось. Также и, скорее всего, в Алматинской области есть те, кто на день по несколько раз вызывает скорую помощь. Как обстоят дела в целом не только в Октюбе? Мы сейчас про Октюбе говорили. Жаркая погода. И те, кто страдает от этой невыносимой жары. У вас тоже работают люди, которые уже знают список тех самых, кто часто вызывает. Какие вы соблюдаете инструкции для экипажей? Может быть, на случай экстремальной жары есть определенный какой-то регламент действия? Да, в последнее время от аномальной жары, в последнее время вызовов много стало именно по городу Алмате. Поэтому у каждого человека должен быть свой личный протокол, как избегать от солнечного удара, защищаться и от теплого удара. Поэтому в дневное время с 11 дня до 17 вечера, когда идет аномальная жара, лучше не выходить. Особенно люди, которые болеют сердечно-сосудистым заболеванием, дыхательной системой, сахарным диабетом, дети, взрослые люди, беременные женщины. Поэтому, если выходить на улицу, тогда обязательно должна быть одеваться правильно. Это светлая одежда, закрытая одежда, легкая, свободная. Материал должен быть хлопок или лен, чтобы воздух пропускал и влагу пропускал. И самое главное, головной убор. Головной убор должен быть в виде шляпы. И избегать физических нагрузок. В основном в тени находиться. И самое главное, воздержаться от спиртных напитков, кофеинсодержащих напитков и газированных напитков. Эти напитки выгоняют из организма жидкость и приводят к обезбоживанию организма. Это вы говорили о профилактических способах для граждан. Не ответили про инструкции для экипажа. Да, профилактика. Профилактика, что для скорой помощи у нас защищенность вроде есть. Ваш новый экипаж ездит на машинах скорой помощи. Они в основном кондиционировании есть. Вызыва в последнее время именно от теплового удара и от осложнения от солнечного теплового удара в последнее время много стало. Поэтому у нас есть свой протокол оказания помощи. По протоколу оказываем помощь. До приезда должны тоже уметь население оказывать себе помощь. Например, если вызвали скорую помощь, пока до приезда скорая помощь, если действительно у пациента пострадавшего тепловой удар или солнечный удар, они должны находиться в горизонтальном положении, в темном месте, в прохладном месте. Если пострадавшее сознание, то это обильное теплое питье. Самое главное не холодное напитка, а именно теплое питье. И самое главное еще компресс на голову и на шею холодной водой. Еще раз, Айден Сабаргалевич, здесь остановимся по подробнее. Это приезда скорой помощи. Если человеку стало плохо, у него нет никаких вообще хронических заболеваний, какие симптомы, на какие симптомы мы должны обратить внимание, и человек, в свою очередь, как он может себе помочь до вызова скорой помощи? И вообще нужно ли вызывать скорую помощь? Может быть, он сам себе может помочь в период аномальной жары? Слышите, Айден Сабаргалевич, наш вопрос был услышан? Микрофон не выключился. Мы сейчас пробуем наладить связь. Айден Сабаргалевич, еще раз мы задаем вопрос по поводу как раз момента, когда человеку стало плохо в период аномальной жары, но у него не было никаких хронических заболеваний, он не предрасположен к этим приступам, допустим, к обморокам. Как он может себе помочь, и какие у него будут первые симптомы? Головокружение, кровь из носа, не знаю, что будет происходить? И нужно ли сразу вызывать скорую помощь? Кажется, мы не смогли все-таки наладить связь. Благодарим. Но действительно, я думаю, что все, кто сталкивался с этим в аномальную жару, они точно знают, что нужно делать. Хорошо, но мы напоминаем, что в этой студии по зумам и по Италии поговорить, как можно себя обезопасить в жару, с гостем Айден Сармалаевым, заведующим подстанцией номер один со службы скорой медицинской помощи города Алматы. Телезрители услышали топ-3, я бы так сказал, профессиональных способов обезопасить себя от жары. А мы продолжаем. Продолжение следует...